Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о партиях шестого тура. Начну с вариантов, в которых белые избирали системы с изолированной пешкой. В одной из партий, через С4, С6 и С4, Д5, возникла система Штейнера. Белые выиграли пешку, но пешка Д5 быстро теряется, и поэтому ни о каком перевесе речи здесь быть не может. Черные просто поменяли ферзей, отняли лишнюю пешку, и против изолированная пешка белых на Д2, она ничуть не лучше, чем та же изолированная пешка на Д4, а даже хуже. То есть, смахнув белопольных слонов, потихонечку черные организовали сильное давление и победили. Атака Панова встретилась в партии Вату Кобесе, это афроамериканский такой шахматист, достаточно известный. Не знаю, он сейчас уже гроссмейстер или нет, но рейтинг 2.344 не очень высок. После хода конь С6 он выбрал ответ слон Ж5. Как я уже говорил, мне этот ход кажется не самым хорошим ввиду слона Е6. Но у него была серьезная идея, он пошел конь Х3, направил коня на Ф4, угрожая вилкой Д4, Д5. Черные легко от нее защитились, и на мой взгляд стоят просто лучше, у них лишняя пешка. Конь на Е5 удержался, при случае готов прыгнуть на Д3. И неаккуратный ход рокировка оставил белых без фигуры. На слон Ж4 последует Ж5. Поэтому пришлось идти во все тяжкие, отдавать коня, ну чтобы хоть как-то черного короля раскрыть. И черные очень быстро сами перешли в наступление. Не стали бить на С7, во избежание конь Б5, конь Д6 шаг, хотя и там у черных, на мой взгляд, большой перевес. Лишняя фигура от добра добра черные решили не искать. И поставили симпатичный мат, на мой взгляд. Так, конь Б4, конь С3, слон Ф5 шаг, и белые уже могли сдаться. Теперь на король А1 будет конь Б3 мат, а на король С1 конь Б3 шаг, АБ, Ферзь А1 шаг, конь Б1, Ферзь Б1 мат. В одной партии встретился разменный вариант, и белые ничего не смогли противопоставить. Вот примерно так же я когда-то играл в быстрые шахматы против Евгения Ельгизовича Бореева белыми. И он меня обыграл достаточно убедительно. То есть тоже разменялся где-то с белопольными слонами. Вскрыл линию Ж и создал серьезные угрозы по этой линии. Ну вот здесь белые получили еще и неважную структуру. У них пешка Е5 стоит не очень хорошо. Нуждаются в защите. А удар ладья Бежу-2, конечно, они зевать не имели права. Ну, на ладья Ж1 черные бы начали сдваивать ладьи. Объективно эта позиция у белых не хуже. Все-таки слон Ф4. Фигура, которой требуется диагонали, а у нее только одна диагональ. Причем та, которую белые могут легко обтечь. То есть где-то белым надо было поменять ферзей. И может быть даже провести в С4, чтобы влезть в ладьи на гаси. И в одной из партий шахматистов с рейтингом выше, чем 2000. Встретился вариант двух коней. Система двух коней. Черные отреагировали самым жестким образом, на мой взгляд. Немедленная конь Ф6. И конь прыгнул на Е4. Здесь вместо конь ЦЕ2. Ходы, которые считаются сильнейшим. Белые сыграли Д3. И у черных очень комфортная игра. Очень походит позиция на французскую защиту. Но если вот эти слабые пешки, они как в системе Венавера остались, то черные поля отнюдь не слабы. Чернопольный слон, который выжил, контролирует и поле Ж5, и диагональ А3Ф8. То есть у черных просто лучше. Они пошли и начали отнимать слабые пешки. Ну, понятно, что игра могла сложиться по-разному. Потому что, несмотря на вот эти слабости, у белых отличнейшее поле Д4 для своих фигур. И хуже они, наверное, все-таки не стоят. Им удалось проиграть вот такой разноцвет, где тоже слон Д4 очень сильная фигура. И белые должны были все свои силы бросить на королевский фланг. У них это не получилось, и партию они проиграли. Хотя я бы в этой позиции предпочел играть белыми. Так. В двух партиях встретился закрытый вариант. И в шестом туре меня порадовали шахматисты тем, что систему у Хенкена не играли. То есть я пока не разобрался. Может быть, действительно, это отличная схема. А вот этот вариант я тоже за черных никогда не играл. Конь Е7 с идеей молниеносного Ц5. Ну, в обеих партиях черные получили просто прекрасную игру и легко победили. На конь Х4, Ц5, ДЦ и конь Б пошел на Ц6. А конь Е7 защищает слона Ф5. И в итоге у черных отличная компенсация за пешку. То есть сейчас на Ц5 падает, на Е5 висит. Да, упало и там, и там. Важно, что нет хода БЦ из-за коней в 3 шаг. И, в общем-то, Белым уже плохо. В другой партии Белыми играл неплохой шахматист Талагон Теген Симитей. Но тоже удержать эту позицию он не смог. Черные сыграли вот здесь не конь Е6, а просто взяли и конь Б на Ц6. Тоже они готовы к размену на Ф5. Теперь слон на Е3 выясняется, что вышел преждевременно. И Талагон Теген Симитей отправил свои пешки королевского фланга в атаку. Но ход Ф5 не грозит, потому что просто съедят на Ф5. И выяснилось, что у черных, черные получают отличную игру. Напали на Ц2. Теперь разрушили пешечную структуру. У черных просто лучше. Белый король открыт. Надо считаться с конь Ц6 и потом Д4. Еще один интересный ход Ж6. Черные планируют разбираться с королем белых, который неосторожно оказался открытым. Ну и в целом, король на Е8 у черных чувствует себя великолепно. А королевский фланг белых уже разбит, я бы сказал. Угрожает А4. Поймали Ферзя на А8, который совсем не работает. Ну и остальные фигурки у белых не сказать, чтобы уж очень активными были. Наверняка черные могли играть еще более точно, но в итоге победа более чем уверенная. И встретилась в двух партиях шахматистов с рейтингом выше, чем 2000 классическая система. В одной из этих партий белые сыграли конь Ф3. И просто примитивно расставили все фигуры по центру. Черные, на мой взгляд, поторопились ходом Ц6-Ц5. Им надо было играть А5. После слон Б2, ЦД, конь бьет Д4. Но у белых микроплюсик за счет пешечного большинства на ферзьевом фланге, которая отправилась вперед. И от размена слонов они уклонились. На мой взгляд, это правильно. Потому что слон Ж6 стреляет в пустоту. Ну а после Е5, конь Ф5, у них появился пункт Ф5. При случае пункта Д6, пешка Ц пошла на Ц5. Черный конь Ц6 не может встать на Д5. То есть здесь у белых уже большой перевес. И в одной партии последовало А4. Один из основных вариантов. Черные сыграли ферзь Ц7. Выбрали план с длинной рокировкой. План с длинной рокировкой я изучал давным-давно. По-моему здесь не надо бить на Е4. А слон Е7 надо ходить. А может и так можно. Убрали короля. Но насколько я знаю, черным надо проводить все-таки Ц6, Ц5. Они сыграли Б7, Б5. После Б3 возникла позиция, которую я не могу оценить. Мне не хватает опыта. С одной стороны, у черных король на А8 в безопасности. Слон их 8 легко выходит на А3. И если кто-то и должен опасаться за своего короля, то это белое. С другой стороны, у черных, в лагере черных очень много слабостей. На Ф7, на Ц6. Как оценить? Есть у меня серьезное затруднение с оценкой этой позиции. Хотя, вот эту позицию я бы уже предпочел играть черными. Может быть. А может быть и нет. Почему черными, если у белых теперь все нормально с королем. А возможность давления на пешку Ф7 сохранилась. То есть, может быть наоборот как раз белыми. А, ну и черные потом зевнули Б4. Пришлось отдавать пешку. В общем-то, не так плохо обыграли здесь белые. Хотя, позиция, конечно, не предвещала такой убедительной победы. Ну и на этом про шестой тур я сегодня заканчиваю разговаривать. Партии шахматистов ниже, чем 2000 разбирать не буду. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. И не забудьте про тренинг. Есть еще пара мест.